Не в сентябре, а летом в Чапаевске прозвенел первый звонок для учеников школы, здоровья, счастья, жизнь. Пройти обучение там может любой желающий, вне зависимости от возраста. На занятиях разбирают основы гигиены и правильного питания. Говорят о том, почему важна умеренная физическая нагрузка. Такое доброе дело стало возможным благодаря общественной акции, где родился, там и пригодился. Мария Акимова тоже отправилась на урок. Что же у нас тут в волшебном сундучке? Давай, доставай один предмет. Шампунь, зубная щетка, мыло. О том, насколько полезны и важны эти предметы личной гигиены, дошкольникам рассказывает Любовь Самородова. Эндокринолог из Чапаевска, хотя и немой Дадыр, но тоже. Умывальников начальник и мочалок командир. Она уверена, прививать азы гигиены человеку нужно с самого детства. Ведь это важная составляющая здорового образа жизни. Ай, какая умница, молодец какая. Сегодня первый звонок прозвучал для учеников школы здоровья, счастья, жизнь. О сложном говорят, понятно и главное, интересно. Это школа здорового человека, которая помогает нам сохранить уровень здоровья и высокий уровень качества жизни до глубокой старости. И позволяет человеку дожить до активного долголетия. Идея заключается в том, чтобы сохранить и укрепить наше здоровье. Причем в школе здоровья обучение может пройти любой желающий, вне зависимости от возраста. Акцент на профилактике. Заболевание легче предупредить, чем потом лечить. Правильное питание, как и гигиена, залог здоровья. Как составить рацион, что можно есть, а что нет. На эти вопросы уже взрослым ученикам помогает ответить настольная игра. Мне очень понравилась форма подачи нашей беседы. То есть такая непринужденная была обстановка, форма игры, форма диалога, форма вопросов и ответов. То есть каждый мог высказать свое мнение. Акция не разовая. Такие занятия стали отдельной главой межведомственной целевой муниципальной программы «Чапаевск. Здоровый город. Счастливый город». Муниципальная программа в данном случае необходима для того, чтобы объединить все ведомства под единое городское стратегическое направление, где центром является человек, его здоровье. За три года в Чапаевске смертность снизилась на 20% за последние три года. Это колоссальный результат. Это, конечно, еще не полное достижение, как говорится, большого эффекта. Но вот эта школа будет одним из фундаментальных кирпичей в основании, будем говорить, дальнейшего здоровья нашего общества. Это все будет координироваться и администрация города. Здесь участвует все общество. Вот в этой программе и в этом проекте будет участвовать все общество, все слои. Проект охватит детские сады, школы, предприятия. А в роли преподавателей выступят медики самых разных профилей. Организаторы уверены, это доброе дело поможет Чапаевску стать по-настоящему здоровым городом. Вам понравилось сегодняшнее занятие? Мария Акимова, Виктор Соколов, Новости губернии, Чапаевск.